Детская ревность так раздражает. Как с ней бороться? Старшему, смотри какой маленький, хорошенький, смотри какой он сладенький, смотри какой он зайка. А старший в это время может орать и топать ногами и говорить, забери его обратно в больницу, я его ненавижу, я его не люблю. И мамы в полной растерянности что-то делать. Очень тяжело понять и как убедить ребенка перестать. И его невозможно убедить, чем больше его убеждать, тем он еще больше орет. И мамам будет легче понять чувство ребенка, если она себе представит, что чувство ревности, оно также существует и в мире взрослых. И жена может ревновать мужа, и муж ревновать жену. И представьте себе на минутку такую ситуацию, что в один прекрасный день ваш муж заходит в квартиру и приводит с собой женщину и говорит, смотри какая хорошенькая, это теперь моя новая жена. И женщина в шоке, она не может тебе поверить. Она говорит, мы дадим ей твои одежды, твою одежду, которую ты уже располнил немножко, и ты уже не можешь ее носить. И мы дадим ей твои украшения, твои духи, твою косметику. Смотрите какая хорошенькая, правда? Что захочется жене сделать в этот момент? По меньшей мере выцарапать ей глаза, правда? То есть представим себе на месте ребенка, его реакция, она вполне адекватна по сравнению с той ситуацией, в которой он оказался. Что с этим делать? Не доказывать ему, какой маленький, хорошенький, какой он сладенький, какой он замечательный. Это только еще больше его злит. А понять его, постараться его понять, сказать, тебе так тяжело, правда? Ты бы хотел, чтобы мама была только твоя, чтобы она не была ничья другая. И его чаще обнимать, уделять ему время. И перед тем, как рождается младший, дать ему подарки. И чтобы младший, как будто маленький, привез из роддома. И даже он понимает, если старший ребенок, что это родители. Но все равно, если это идет вместе с рождением ребенка, то это уже легче. И уделять ему время, чаще обнимать, ласкать, читать книжки, если маленький спит, чтобы у ребенка физически возникло ощущение устойчивости этого мира, что он не полетел в Тартаран, что мама и папа, они с ним, они по-прежнему его любят. Субтитры создавал DimaTorzok